Предстоящие новогодние рождественские праздники пройдут с размахом. Запланировано 123 мероприятия. Ожидается большой поток туристов. Обеспечить их безопасность и жители города – задача номер один. На расширенном заседании антитеррористической комиссии обсудили детали. Все правоохранительные органы к этой работе готовы. Но мы выяснили то, что некоторые хозяйствующие субъекты, такие, как, например, торговые центры, торговый центр в том числе Моримол, самый большой у нас, некоторые объекты размещения, отели даже достаточно высокой классности, они как-то к этой работе сегодня относятся несколько формально. Досмотровые рамки стоят без дела, так же, как и охранники. На некоторых объектах их нет вовсе, отсутствует порой и специальная техника. Не все бизнесмены обзавелись камерами наблюдения, не досчитались и паспортов безопасности. Где документы начальник безопасности крупнейшей торговой сети в Сочи отчитывался на заседании. Почему у вас отсутствует паспорт безопасности? Вообще вы работаете по беспределам? Паспорт безопасности сдал, сейчас находится на согласовании. Ответ у всех один, и он главу Сочи не устроил. Предпринимателям, которые не выполняют правила безопасности, Анатолий Пахомов предложил сделать внушение через суд. Приостановить деятельность до устранения всех недочетов. Поставить под вопрос безопасность на предстоящих новогодних праздниках может и пиротехника. Прямой доступ потребителя к пиротехнику. Такого не должно быть, это запрещено. Обращаю ваше внимание. Специальные стеллажи, специальные помещения для реализации пиротехнических изделий. Реализация пиротехнических изделий исключена на объектах массового применения у людей. Только специализированных магазинов. Проинструктировать сочинцев по поводу использования пиротехнических изделий призвали домкомов. Петарды и фейерверки зачастую становятся причиной пожаров. Продолжается работа по проверке гаражных кооперативов, в которых пристанище находят не только железные кони, но и люди. И как показали проверки, во многих не соблюдается ни пожарная, ни антитеррористическая безопасность.